15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектом энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшевудов, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса, как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Заявление различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов, якобы российских ракет, является намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Также хотим особо подчеркнуть, в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны. На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад вооруженных сил Украины, Альное-Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Садовое Тегинка, Змеевка Херсонской области, Кирово Донецкой народной республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях Техника в 185 районах и в районе населенного пункта Артемовка Луганской народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня ГРАД.